Приход осени считается одним из самых красивых сезонов в году, ведь в это время всё вокруг обретает новые краски. Однако аллергикам и тут не до прогулок на природе. Природные аллергены будут преследовать их чуть ли не до октября. Людмила Коробко – аллергик со стажем. Вот уже пять лет она борется с поливалентной аллергией. Стало плохо. У меня крапивница высыпала, я начала задыхаться. Меня привезли в Зеленчугскую ЦРБ. Ну и там привели меня в чувства и сказали, что у меня аллергия. Я начала сдавать аллергены, вышел очень большой спектр, что у меня на обезболивающие препараты аллергия. Начало весны и осени. Это тополь, береза, пыль, всё остальное. Начинается заложенность носа и речевые. По словам специалистов, причин для возникновения аллергии огромное количество. Чаще всего это ослабленный иммунитет, наследственные или неблагоприятные экологические факторы. В период высокой аллергической опасности врачи советуют избегать мест произрастания луговых трав, зерновых культур, а также амброзии и полыни. Это прием антигистаминовых препаратов, препаратов от аллергии. Но опять-таки дозу препарата и выбор препарата должен быть обусловлен особенностями самого пациента. То лечение, которое мы проводим сейчас, это симптоматическая терапия, когда мы устраняем симптомы аллергии и помогаем нашим пациентам улучшить качество жизни и как-то пережить вот этот вот сезон. По статистике от аллергических реакций сегодня страдает каждый пятый житель России. И с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Ведь мы ежедневно сталкиваемся с факторами, вызывающими аллергию. Ухудшение экологии, стресс, нездоровый образ жизни, некачественное питание. Впрочем, врачи утверждают, что профилактика этого недуга довольно проста. Для этого следует избегать контакта с аллергенами, стабилизировать эмоциональное состояние и укрепить иммунную систему.